Мы дети мира, мы из Донбасса. Донбасс – восточный регион. Мы не хотим войны, не надо. Оставьте наш покой и дом. Два дома у них было. Их выгнали из дома. Они жили в подвале. Ребенок, который порог сердца. А девочка 13 лет заболела. И Красный Крест привез антибиотики взрослые. Их не вывезли в больницу. У меня уже спился со счета, какая фотка, но она последняя. Все. Это уже финал. Сегодня мы детям сделаем хороший день. Да, смена взрывной травмой был мальчик. Обстрелами с тяжелым осколочным бронением головы. А много репетишек таких поступает вообще. Да, в этом году хватает. Здесь реанимация. Эти игрушки уже вручат непосредственно сами сотрудники, когда ребята уже отойдут от наркозов, от всего такого. Мы мирные, не колораны. И умирать от залпов града мы не хотим, не надо. На данный момент мы пока единственный центр в нашей республике. Я не слышал, да, такой, чтобы можно было с мамами здесь быть. Мира не хватает. Спокойствие, Тишина. Короче, мы снова грузимся и снова везем гуманитарную помощь в больницу. Новые простыня, одеяло. Да, короче, много чего реально. Вот. И это еще далеко не все. У нас еще вон сколько. Вот, вот. Это еще надо все развести. Новенькие колясочки. Ну, вот такие штуки очень, да, нужны? Очень нужны. То есть это... Порядки нужны, да? Это было время, когда мы просто какой-то под земли выкапывали. Пришлось такой хлам тащить. Костыли, носилки, палки. Да, да. Это вообще дефицит. Тут всякие, тут даже игрушки из детских. А это детские игрушки, ну, куда? Это в реанимацию. Это детки, которые уже когда... Этот самый, они им просто для перехода. Мы им постоянно. Смотри, какие ништяки. Трасса. Супер, супер. В реанимацию, в которой детки лежат, да, они же там просят вот эти вот хорошо калейдоскопы. Калейдоскопы. Вот это смотреть. Отвлекают очень хорошо. И мы вот, да. Но мы сейчас сделали сейчас такую акцию, чтобы они уходили с ними. Но их очень мало здесь. Вот то, что возможно, мы всех просим, чтобы вот калейдоскопы, оно как бы постоянно меняется, меняется. Очень интересно. И он же без движения лежит, ребенок. Ну, разные случаи. А калейдоскоп, он отвлекает хорошо. Я думаю, что у нас сейчас вообще будет вот в декабре акцент на детские подарки. Новый год все-таки. Надо детишкам привезти и сладости, и игрушки всякие. И я думаю, что и люди сейчас будут более активно участвовать, именно чтобы детям подарки оказались. Конечно, будут. Да, поэтому будем стараться, конечно, порадовать ребятишек. Нам даже что-то залетело от партии «Новые люди», однако. Это у нас союз предпринимателей города Ессент-Тульки вовлекли в партию «Новые люди». Молодцы, ребята, что. Надо всех вовлекать. Это народная, ну, по сути, война. Поэтому нужно всем объединяться и помогать. Молодцы, ребята, чтобы мы с тобой попали в Боровское. Это Боровское, это своего рода, было почти как концлагерь. После того, как союзные войска освободили весь левый берег северского Донца и поселок Боровское, его, Боровское, боевики превратили в мощный укрепрайон. Километры окопов и блиндажей, арсенал оружия, в том числе натовского. Несколько месяцев сражений, и в итоге поселок взяли штурмом. Его самым последним ребята освободили, потому что там было людей, не только был ров противотанковый вокруг села. Отсюда лишь начинались рубежи обороны боевиков. Здесь укрепрайон, у них очень большой протяженность, 10-15 километров, вот таких окопов. Блиндажи, бункеры и так называемые лисьи норы на окраинах всего поселка, словно муравейник с военным хламом. Укрепрайоны очень сильные были, и было две дороги. Там даже беременных не выпускали, на учет не становились. А детей, которые болели, значит, есть семья. Два дома у них было, их выгнали из дома. Они жили в подвале, ребенок, который порог сердца, а девочка 13 лет заболела, и Красный Крест привез антибиотики взрослые. Их не вывезли в больницу. А дали им подвал, и сказали, ну вы там знаете, как разводить. И получается, у них умерла свекровь, и они не разрешили ее хоронить. И они ночью ползком ее вытащили из дома и захоронили. А что туда нужно тогда в первую очередь? В первую очередь там надо отстраивать им дома. Сейчас холодно начинается, поэтому в принципе и так понятно, что нужно. Поэтому давайте надо помогать, если там такая ситуация вообще. Вот рядом дом. Здесь у меня 9 марта умерла свекруха. Мне 23 марта только мы украли ее, чтобы скоронить. Ползком крали. Ползком крали, потому что простреливали украинские. И нам не давали просто ее забрать. Вот здесь вот у нас 5 детей, вот как вам жить. Они забрали его. У нас было 10 поросят, они все поели. Две машины забрали. Рецепт. Короче, много чего. Вообще, что Россия пришла к нам. Мы ее просто долго ждали. А 4 месяца были самые тяжелые лично для нашей семьи. Спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня мы детям сделаем хороший день. Обязательно заснимем их эмоции, когда будем вручать игрушки. Мелочь, но очень приятно. Особенно в такие времена. Грузим, грузим, грузим. Сегодня еще сюда к вечеру приедут ребята военные. Ставь мир. Будем им отгружать воду, еду. Они повезут прям пацанам на передок в окопы сухари там. Что еще там? Вода. Вода, да. Там всякая гигиена. Да, необходимая прям там. Вообще, на всех освобожденных территориях обувь, это, наверное, из одежды. Это на первом месте. А, да? На первом месте. Да, потому что с обуви вырастаешь, обувь снашивается. Одежду тяжело убить так, чтобы ее не одеть. Хотя вот обувь можно. Обувь потекла? Да, согласен. Возьмем на заметку. В освобожденных территориях обувь. Обувь важна. Бубы, граната начали быть. У бабушки уже не было сил. Сильно свистели. Когда свистели, все заволновались, побежали в подвал. Мы дети мира. Мы из Донбасса. Донбасс – восточный регион. Мы не хотим войны. Не надо. Оставьте наш покой и дом. Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате удара украинских нацистов по поселку Краснореченское в Луганской народной республике. В Волчевске увеличилось число пострадавших в результате обстрела из американской установки «Хаймерс». Боевики били по жилым домам. Ранены, по последним данным, 19 человек, в том числе пять детей. Один житель погиб. Ребенок, который с ожогами в очень тяжелом состоянии, потому что это большая площадь, комбинированные поражения, термоинкалекционная травма. Он до сих пор используется в искусственной вентиляции легких. Девочка с ранением, стабильная с ним, положительная динамика. Она пришла в себя, сейчас она в сознании, дышит самостоятельно. В лечении детей задействованы консультанты из Российской Федерации, из научно-исследовательского института. Я тоже на хирургии не драматолом. Так, привезли в общем в республиканскую детскую больницу вот игрушки и медицину, но, к сожалению, мы не попадем к детям, потому что здесь реанимация. Эти игрушки уже вручатся непосредственно сами сотрудники, когда ребята уже отойдут от наркозов, от всего такого. Когда перейдут в другие отделы. К Новому году мы постараемся сюда привезти еще гораздо больше игрушек, потому что это так просто кто-то нам дал. То есть мы собирали по спискам гуманитарную помощь, но мы увидели игрушки и сразу же подумали о вас. Ну, знаете, игрушки как таковы, здесь им не до игрушек, как говорится. Вот расходники, средства по уходу, по гигиене, потому что лежачие дети, это очень много требуется. А игрушки в такие реанимационные отделения мы их отдаем еще очень слабенькими. Это вот там, где уже идет реабилитация, восстановление. А много ребятишек таких поступает вообще? Да, в этом году хватает. У нас смена взрывной травмой был мальчик, мы его перевели, может быть, ему интересно. Вот как раз сегодня и он остался без родителей. Да, ему. Сегодня прям? Нет. Мы отдали сегодня ребенка, который пострадал под обстрелами с тяжелым осколочным ранением головы. 11. А ребятишек у вас сколько в целом во всей больнице? 100-200 человек там? Больница больше, чем на 300 коих. А лежит, ну, это же республиканская больница, поэтому она заполнена. Со всей республиканской помощи? Да, да, да. То есть специализированная хирургическая помощь оказывается только в нашей больнице. Если соматические отделения есть и в других больницах городских или районах, то хирургия вся практически сконцентрирована здесь и нейрохирургия, и травматология, и урология, ну, то есть со всей территории. Большое спасибо за то, что вы нам помогаете. Нам очень нужны и влажные салфетки, и пеленки, потому что дети у нас тяжелые, да, и не всегда бывают родители с ними, поэтому для ухода нам очень важно предметы одноразового использования, да, чтобы дети были в чистоте и в порядке. Заехали в магазин закупить фруктов, едем к детям. Это какой-то центр, получается? Там дети живут. Да, дети живут семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации со всей республики. Ну, мы едем, в общем, чтобы отвезти им там перцы детские, да, такие на войлоке, ну, с барок-запожки, одежда у нас есть, да, ну, и вот остальное-то мы все уже раздали, но в следующий раз мы уже приедем, уже сейчас поймем, что им нужно. И уже не с пустыми руками. Поэтому вот решили хотя бы взять яблок, бананов, да и мандаринов. Если есть у кого-то оптовая база, давайте сюда пару фур отгрузим мандаринов на Новый год. Приехали в детский центр социальной помощи, ну, в общем, семьям, молодежи. Тут 15 детей привезли мандаринов, яблок, бананов, игрушек. В общем, внимание, внимание и заботу принесли. На данный момент у нас детский дом семейного типа, 11 человек и мамочки, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, с детками живут у нас тоже. Все, пойди как... А вам, что здесь, какая вообще помощь, поддержка, что нужна? Нет, у нас финансирование хорошо, нам помогает. Пусть нашим клиентам внимание, что их не забывают, что они нужны детки, вы же видите, как они встречают. Да, да. Вот, а так. Да, вот, мам, привезли немножко тут. Я тоже тоже хотела. Вот, мам, первые шаги в сторону здоровья, быть сыроедами. Пробано. Сейчас дядя даст, дядя тебе даст. Держи, держи. Опа. Держи, вы хорошие. Держи, сына. Вот, будешь всех лечить пацанов. Да. Такие, по мелочи, по мелочи. Олегу есть? Так, кто у нас в машинке играет? На, держи. Да, я не в машинке. Какие? Здравствуйте. О, ребят, это наша игрушка детства. Ну, это давайте, вот вы будете только по очереди, ладно? Это все, как вы играли, на общее. А вот на этой игры вы играли, это когда вот собираешь башню. Да. Неси на шкафчик, ладно. Да, на шкафчик. Костюмы, я люблю костюмы. Светланы все здорово, мы в класс положили. Вот, смотрите, 37-й, 30-й, они очень, ну, шо ж, какой размер маленький. Я хочу. А у тебя какой размер? А может же быть, не знаю, вот смотри, какие теплые. А ну, давай, Мирей. А ну, давай, Мирей. Я не знаю, 37-й, 30-й, 30-й. А что, как? На меня. На тебя? На тебя как раз. Так у него нога растет, и что-то стоит. А у тебя какой размер? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, это не военные, это просто теплые. Теплые? Ну, по твоей. Ну, я буду делать военные. Сегодня у вас будет интересный вечер, вы будете в новой игры играть. Командой. Дети всегда это очаровашки. Дети всегда трогают. Дети всегда это куда-то в глубину, это куда-то в сердце. То есть, это всегда наполняет, вдохновляет, заряжает, мотивирует. Хочется делать все больше и больше для детей. Ну, по крайней мере, у меня это так. Дети всегда становится... Ну, по крайней мере, у меня это... В общем, осколочные мины привезли к пацанам в госпитале. Основная большая проблема, за которой пацаны садятся на эти телеги. Дай бог вам здоровья. Надо костыли везти, телеги сюда надо, на ссылки. Костылей тоже не хватает, да, костыли? То есть, они сказали, что медикаменты не так нужны, как постельные и теплые вещи, пацанов. Медицину поставляют, да. Ну, если, я не знаю, есть такая возможность, там, пижамы, те, которые были раньше, там. Как в госпитале, военные вот эти вот. Постельные. Ну, все, в общем, мужчина, поедем, да. Все, спасибо вам. Вам, дейте нас в следующий раз. Большая помощь. Спасибо большое. Хоть чуть-чуть, но хоть какое-то внимание, поддержка, да. С миру по нитке, как говорится, все равно. Так вот и снимаем, может быть, кто-то тоже замотивируется нашим премьерам, потом так же приедет, поможет. Мы уже этого снимаем. Не обязательно с нами, ребята, вы можете просто сами организоваться, приехать сюда и сами во всем обидитесь и увидите. Все, грузим, 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 грузим. И днем, и ночью. Это у нас уже, я уже сбился со счета, какая фотка, но она последняя, все. Это уже финал. То есть мы загружаем остатки, но здесь остатки тоже выйдет. Целая машина. Вот, помогаем определенному подразделению. Они привезут это к себе в часть, а уже с части развезут пацанам в окопы. Большое спасибо Союзу Народного Сплочения за предоставленную нам помощь, продовольственную, вещевую. Очень благодарны, все это нам пригодится, и мы пустим все в дело, все для победы. Большое спасибо. Надеждаусь Господь Господь Купок Я недавно здравствует… Мамаßer�otti Яблони Врат дворец, дворец. Два ковра положить и будет там р bubble. Я лезем открывать спортивный зал, а ты же не пролежешь, откуда? Если кто не помнит, вот предыдущая серия, которая у нас выходила про Донбасс, мы приезжали в разбитый колледж, в котором сколько, года два или три назад мы открыли спортивный зал, и недавно туда прилетело четыре прямых попадания с Хаммерсов, и, соответственно, весь колледж разбомбили, и зал, соответственно, тоже. Поэтому вот, смотрим в те фильмы, да. Это пока, ну, я думаю, что перехватимся, а там будет. За эти три года сформировалась такая мощная команда, ребята уезжают на всякие разные соревнования, побеждают, поэтому не хотелось бы прекращать эту историю тренировки. Да, да, да. Вот, постоянно 47 человек. Ребят, давайте вместе приобретем. Вот они, тренера. Занимается 46 человек, 14 малышей. Вот, с уважением. Это на начало было на первой серии. Тренер Мастер Спорта СССР. Вот он. Мастер Спорта СССР. В Советского Союза. Да, еще, да. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Мне 83 года, я уже вторую водила, когда пересняла. Как бы на соседнем этаже попала взрыв, и, ну, заморилась в соседнюю квартиру, а огонь перешел на машину. Мы когда вылезли из подвала, мы вот в этих квартирах лазили и стали поесть и вещи какие-то одеть, понимаете, потому что вот это уже все сгорело, все, буквально. Спасибо, ребята. Слушайте, ну война это реально страшно. Вот даже представить сложно. В каком страхе здесь находились люди, когда это все происходило. Потом она началась, а тут тихо началась, потом... Это шоу-шоу. ... ... ... ... ... ...